Итак, друзья, всем привет! Сейчас мы с вами поговорим о смартфоне Samsung Galaxy M21. Это модель с огромным аккумулятором на 6 Ампер, экраном больше 6 дюймов AMOLED, причем офигенного качества и с очень узкими рамочками, ну и с кучей приятных функций. Смотрим. Дамы и господа, сейчас я продолжу рассказ уже про этот смартфон. Это у нас офигенный аппаратик с аккумулятором на 6 Ампер от компании Samsung, вышедший не так давно. Чехла на него нормального нет, поэтому я пользуюсь самоделкой, которую вы сейчас коротко видели. Но мы же поговорим про телефон, поэтому мы не будем показывать этот самодельный фиговый чехольчик. Оригинальные чехлы еще жду с Али, но с Али заминка, поэтому показать в этом коротком обзоре я не смогу. Ладно, коротенько. Во-первых, у нас в аппарате офигенные камеры. Вот вам и фронталочка, которая умеет писать, между прочим, видео в Full HD. Я думаю, вы заметили. Также есть всякие извращения для детей. Вот такие вот. То есть можно прикалываться. Детям приятно, взрослым непонятно зачем. Так, также тут есть основная камера, само собой. Причем модуль из нескольких камер. Так, куда это я? Можно использовать как обычную камеру из основного глазка, который умеет снимать и 12, и 48. Кстати, переключается вот здесь. В режиме 48 делает снимки получше. Ну, не сказать, чтобы сильно. Но при этом медленно. То есть сохранение кадра занимает больше секунды. Обычно там даже 2-3. Также в обычной камере, если не включен режим 40... Так, уйди. Видите, режимов множество. Если не включен режим 48, можно переключиться на широкую уголку. Она в 48, само собой, не работает. И получаем более широкий взгляд камеры на мир. И, соответственно, больше всего влезает в кадр при фотографировании. Но качество немножко меньше, светосила меньше. Камеры по качеству фото и видео мне нравятся. Мне не нравится то, что они не умеют транслировать в таком же качестве. То есть трансляция, например, в YouTube идет с очень малой частотой кадров и с разрешением 720p, по-моему. В общем-то, даже не важно. Было бы даже 1080p, но, допустим, там 5-7 кадров в секунду. Это несерьезно. Я надеюсь, что это починят при следующем обновлении и проблем с этим не будет. Далее. Плюсы этого аппарата, который я уже называл. Это офигенный экран с узенькими рамочками, учитывая цену. В более дорогих рамки бывают уже, согласен. Но за 14-16 тысяч это считается очень узкие рамочки. Лобик снизу настолько узкий, что в него кнопки не влезли. Поэтому видим кнопки на экране или можем управлять жестами. Я выбрал кнопки, потому что жесты мне не очень нравятся. Но если кому нужны жесты, вы потом сможете вот такими вот махами как бы с ним общаться. Но я это не хочу, у меня кнопки приятнее. Так, экран амоледовский, офигительный. На минимальной яркости уходит в такой вариант, когда практически ни хрена не видать. Это хорошо для тех, кто читать любит ночью. На максимальной яркости он даже одно время ругался, что вы уверены, что хотите настолько сильно выжигать себе зрение. Но сейчас помалкивает. Видимо, после пяти моих подтверждений он уже больше этого не предлагает и не оповещает. Качество экрана настолько сказочно хорошее, что в инстаграме на некоторых фоточках, которые отрендерены людьми, я видел такое качество, что казалось, что люди находятся прямо рядом со мной за экраном. Ну ладно, сейчас навскидку показать не могу, значит не буду. Поверьте, экран очень хорошего качества и главное, что он настраивается под себя. Также в настройках, если покопаться, можно найти, но я уже показывать не буду, настройку звука. То есть вы можете подрегулировать частоты, если у вас со слухом не все хорошо. Вы можете подрегулировать баланс при воспроизведении звука в наушниках и так далее. Единственный минус, что здесь нету стереозвука при воспроизведении видео. То есть разговорный динамик тихий, он не может тягаться громкостью с основным, и поэтому стереозвука при воспроизведении видео со самого устройства вы не получите. Так, камеры сказал, микрофон сказал. Так, датчики в данном смартфоне меня немножечко удивили, но я потом узнал, что эта вся последняя линейка недорогих смартфонов этим грешит. Объясняю. Датчик приближения я никак. Единственный вариант, чтобы он заработал, оказывается, нужно одновременно перекрывать камеру и касаться экрана. После этого, когда убираете палец, он активирует экран. Касаетесь заново опять. То есть, чтобы разговаривать с погасшим экраном, вам нужно обязательно мясом своим, ну или ухом, касаться экрана и перекрывать камеру. То есть, когда я им пользовался вот таком чехле, я люблю разговаривать, закрыв чехол, ничего не происходило. Экран как оставался светиться, так и светился, и газ через 30 секунд по задержке. Так называемому тайм-аут. Поэтому привыкаем, что обязательно его касаться мясом, если вы его купите. Мешает ли это людям при разговоре? Нет. Я думаю, даже если через 30 секунд он погас, он не активируется, пока вы не коснетесь экрана. Соответственно, все нормально. Или пока не закончится разговор. Далее, датчика освещенности, как вы видите, нет. За него опять же работает, отдувается передняя камера. Соответственно, используя автоматическую подстройку яркости, можно проверять очень просто. Фонариком светим в камеру, он делает ярче. Убираем фонарик, он делает тусклее. Закрываем камеру, он делает еще тусклее. Таким образом понимаем, что это все работает через камеру. Так, запись звука с микрофона достойная. Два микрофона в наличии. Я второй, правда, не помню. А, вот отверстие второго микрофона. Короче, вроде зацепил, вот она. Вот, в блеске света попала дырочка. Это второй микрофон, который помогает смартфону делать шумоподавление. И я делал даже видео, выкладывал в Инстаграм, где я на ветру снимаю, и меня слышно. То есть ветерочек немножко тоже, конечно, слышен, но меня слышно. Что уже не на многих смартфонах делается. Поэтому запись видео и аудио в нем довольно-таки неплохо происходит, поскольку есть шумодан. С приложениями какими-либо проблем не было, кроме оплаты. В оплате был небольшой геморройчик. Сейчас я не расскажу, пока он ищет. При оплате на терминале он мне многократно ругался, что вы слишком быстро убрали смартфон от терминала, и я один день даже не смог оплатить, не разобравшись в настройках, наверное. Показываю. Если мы открываем настройки бесконтактные, другие. Вот здесь у меня стояло обе галочки. И первый вариант, за чего я потом научился нормально платить, возможно, потому что я убрал одну галочку. Почему у меня это приложение в двух вариантах, я не знаю. Может быть он попеременно то тем, то этим пытался, поэтому у него сбой был. Второй вариант может быть потому, что вот на картинке на секунду увидели, у него вот здесь находится антенна NFC. Я привык, что антенна посередине. Может быть я прикладывал не тем местом, не туда, не так, что-то в этом роде. То есть прикладываем верхом, и если не помогает, убираем одну галочку, как я, и у вас все должно работать отлично. Так, процессора на работу с собственными фото-видеоматериалами у него хватает полностью. Проблемы, как я уже говорил, были только в этом, в трансляциях. Фото при широкоугольном, вы видите, мазня. Но поскольку широкоуголка, разрешение, по-моему, всего 8 имеет. При воспроизведении фоток с обычной камерой мазня чуть-чуть на более дальних расстояниях, но все равно есть. То есть цифровая обработка фоток офигенная. Самсунгу это плюс или минус, я не знаю. В результате, что мы получаем? Если фотки не увеличивать, фотки выглядят просто шикарно, сказочно, офигенно. По-другому не сказать. Если же мы фотографии увеличиваем, мы видим, что вдали у нас полная лажа. То есть вдали он это все сам дорисовывает. Можно ли это отключить в других программах камер? Думаю, можно. Но основная программа, она рисует офигенно, просто красиво, поэтому все равно я продолжал пользоваться ей. Но опять же говорю еще раз, это для соцсетей шикарно, для печати в маленьком размере, например, тоже шикарно. Но если вы захотите, например, напечатать фотографию размера А4, вы увидите, что это все как будто рисовал художник. Плюс или минус, решайте сами. Возможно, поможет штатив. Также штатив поможет 48 мегапикселям, потому что я лично не заметил эффекта от 48 мегапикселей. Эффект появляется наверняка только тогда, когда смартфон неподвижен. Но и в таком неподвижном состоянии вы делаете фото в режиме 48. Может быть, тогда от него эффект будет. Потому что когда я снимал с рук, на улице эффекта я не видел. То есть вот в режиме 48 мы нажимаем фотографировать. Он обрабатывает длительное время. Видите, надпись сохранения идет. Вот только через 3 секунды его отпустило. И думаю, только в этом режиме, когда он стоит стабильно, неподвижен и так далее, может быть и будет эффект от 48 мегапикселей. Хотя и то, видите, мазня. Поэтому мое мнение такое, что 48 мегапикселей в камере может быть и есть, но настолько фигово срабатывает стабилизация, которой нет. И настолько много трясутся мои руки, опять же, которые трясутся, поскольку я человек, что из 48 мегапикселей мы получаем те же 12, только еще и нарисованные фломастером. Поэтому есть ли смысл от этих 48, по крайней мере, пока, может быть, в обновлениях исправят, может, я научился замирать и так далее, пока у меня нет. Так, с играми проблем не было. Есть видео на канале с игротестами. С приемом, как вы видите, минимальный прием. Почему я с этого аппарата, как с основного, сейчас свалю и буду дальше уже фото-видео с него, материалы гнать и окончательно изучать весь функционал смартфона уже отдельно, когда он не будет основным смартфоном, потому что прием меня в нем как-то не радует. Многие на форуме предполагают, что, наверное, он специально сбрасывает до минималки, чтобы не излучать так называемый уровень сар, чтобы понизить. Может быть. Но меня пугает то, что я вижу одну палочку очень часто на обеих симках. При том, что смартфон, который у меня одновременно находится в изучении, вот этот вот, который сейчас стоит на беспроводной зарядке, он здесь рисует почти максимальные уровни, и при этом он может все, и 4G, и так далее. Этот, ну, как придется. Поэтому, на мой взгляд, прием у данного аппарата все-таки хуже. Может быть, я не прав. Может быть, он лукавит специально, чтобы не излучать. Но визуально прием хуже. Что еще могу сказать? Офигенно работает в стереоскопических, скажем так, шлемофонах, или Google Cartoon, как называется. Офигенно работает с просмотром видео 360 градусов. То же самое в играх с использованием этих очков. То есть, все, что связано с гироскопом, у него происходит просто офигенно, потому что гироскоп здесь просто отличный. Если кто не понимает, здесь не MTK, а их собственный процессор от Samsung. И поэтому специфика своя. И если у MTK гироскопы иногда бывают не супер, здесь гироскоп офигенный. Но плюсы и минусы, на мой взгляд, в данном аппарате уравнены. То есть, офигенный экран, например, но нет датчика приближения. Офигенный гироскоп, но нет датчика освещения. Ну, как сказать, офигенный вообще вроде бы процессор. Игры тянет офигенно. Но при этом этот же процессор не может переварить нормально трансляцию через YouTube. То есть, потоковое видео как-то не успевает. Офигенный аккумулятор, но при этом он вроде как и прожорливый. Потому что за сутки его посадить, конечно, нельзя, но двое у меня он не тянет. То есть, плюсы и минусы, на мой взгляд, уравнены. Поэтому, мое мнение, кому нужен этот аппарат? Людям, которые не роняют смартфоны, поскольку его уронить можно, ему будет просто звездец. Людям, кому хочется иметь смартфон, который все-таки разобрать, возможно. Потому что задник у него пластиковый. И поэтому, я думаю, что наверняка крышка все-таки легко снимается. У меня есть смартфон, с которого я пишу это видео. У него стеклянная задняя крышка. Я его просто тупо даже не собираюсь открывать. Это смерти подобно. Этот же аппарат легко вскрывается. У этого аппарата узкие рамки и большой аккумулятор. Соответственно, это подходит тем, кто любит много ковыряться в смартфоне. И кому нужен большой экран для этого ковыряния. Ну, то бишь, игры, видео. Этот аппарат не потянет часть игр на максималках, потому что у него не очень дорогой процессор. Но он и стоит недорого, поэтому я думаю, что он понравится все-таки тем, кто экономит свой бюджет. Он не понравится тем, кто не любит тяжелые устройства, потому что на ощупь он больше 200 грамм. Ну, или 200 уж точно. Но в то же время он понравится тем, кому не нужен вот такой вот кирпич, который весит всяко больше 300 грамм. Этот аппарат все-таки тоньше, компактнее и так далее. Этот аппарат понравится тем, кто любит заряжать экспресс-зарядками от Самсунга, поскольку у него даже в настройках можно включить или выключить режим быстрой зарядки. При этом он реально заряжается очень быстро, но при этом нагрев идет серьезный. Этот аппарат понравится тем, кому нужен порт 3.5 стерео. Мне он на самом деле не нужен. Кто не роняет смартфон в воду, кто не мочит его в дожде и так далее, потому что водозащиты не наблюдается. Ну, в общем, как-то так. Аппарат для тех, кто, грубо говоря, работой своей не связан с грязью, водой, пылью, походами и так далее. Кто любит находиться вдали от розетки длительное время и использовать смартфон как фото-видео, не используя при этом трансляции. Ну, я надеюсь, свое мнение о смартфоне я вам сконфигурировал. А более длительный, более, как сказать-то, познавательный, что ли, обзор данного смартфона, я думаю, будет позже. И он будет уже длинным. Я буду показывать поэтапно все моменты, все аспекты данного смартфона. И на том деле мы и завяжем. Всем пока, спасибо за просмотр. И если вас аппарат заинтересовал и вам захочется реально его педально рассказанные абсолютно все аспекты увидеть, то ждите видео уже на втором канале. На первый канал я его выкладывать не буду, потому что он будет очень длинным. Ну и заранее спасибо, если все-таки вы это сделаете. Всем пока, спасибо за просмотр. Это был Латуха. Короткий, немножко нудненький обзор Samsung Galaxy M21. На канале Латуха показывает. Всем пока. Друзья, есть очень важная одна вещь, которую я забыл вам всем показать. Включаем самолетик, достаем лоток с сим-картами. Если кто не смотрел распаковку, будет очень даже полезно. Вот. Здесь одновременно можно вставить и две сим-карты, и карту памяти. И при этом они держатся, ну, чаще всего. Но, как выяснилось, не все сим-карты очень хорошо. Некоторые симки держатся просто монолитно. Так что, не забываем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok